Ребят, привет! Вечер. Выехал я в город, потому что нас отключили свет, и мне нужно было купить бензин. Заодно я заеду, сейчас семена травы куплю, и горшки разные, корни вин. Нужно купить орхидеи. Много разных. 570 рублей. Очень много. Разные, красивые, вообще реально. Таких давно не было. Завоз, видать, завоз, стеллажи стоят. Разные красотки вообще стоят. Прелесть. Но я приехал за горшками, корневином, петрушку, укроп и базилик. Ну, тут, как всегда, вообще все уставлено. Красота. Смотрите, какие менюшки. Но это средние, это не мини, это средние орхидушки. О, горшки появились, кашпо такие, не было их давным-давно. Но, почем они? Почем, 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 сыны что-то нету, не вижу я. Почем они? Ну, недорого были. А, 199 рублей у кашпошки. Желтых много, смотрите. Палочки для орхидеи. В общем, завоз, ребят. Бегите быстрее в обе. Свежие орхидеи, вообще красотки. Вообще красотки. Смотрите, средненькие вот такие стоят. Прелесть. Так, но я все равно иду мимо. Я иду мимо. Красота. Я хочу черенковать туи. Мне нужно купить корневин. Я хочу новый эксперимент делать. Черенкование туи. Так, ребятки. Купил я семена укропа. Петрушки обыкновенные. И базилик. Вот, базилик. Русский гигант какой-то. Зеленый базилик тоже. Я сеял, у меня там растет. Но еще, в общем, посадить хочу. И петрушку. И сейчас не нужно найти корневин. И можно ехать домой. В общем-то, завтра буду начинать сажать черенки туи. И взял вот такую биомикориза и корневин. Коренник. Все, еду домой. Что вам сказать? Отключили свет. Это я завел бензогенератор. Слышите, работает? Бензогенератор завел. Съездил за бензином. Заодно я съездил в Аби. Вот, так что... Отключили свет в 8 вечера. Сказали на час. А сейчас уже без 20-ти 10 света нет. Хорошо, что я поехал, купил бензин. Вот заодно заехал в Аби. Вот, ну ладно. Сегодня посмотрим. Я надеюсь, включат все-таки освещение. Электричество дадут. Не ночью я на бензогенераторе буду сидеть. Это затратный перебор. Никак не могу. У меня брудеры. У меня инкубаторы работают. Без электричества это никуда. Все на электричестве. Вот траты. Опять траты. 15 литров бензина я купил на бензогенераторах. Ну, на всякий случай, если вдруг ночью не будет. Потому что выходной что-нибудь там ремонтировать будут. Непонятно, как они будут ремонтировать. Вот. А завтра утречком, я надеюсь, погода будет нормальная. Я буду черенковать тую. Тую буду черенковать, укоренять. Вот это на перспективу. Когда буду продавать цыплят, я сделаю мини-садик у себя. В горшочки я пересажу все деревца, дуболистные рябины. Все, что у меня есть, я пересажу в горшочки. Поставлю в определенном месте. Сделаю прайс, прескурант. И кто будет приезжать у меня за цыплятами, я также буду предлагать приобрести у меня рассаду. Кедры те же самые. И люди, пожалуйста, если будут настроены купить рассаду, они помимо цыплят, смогут приобрести и рассаду. Также я сделаю объявление на Авито. На Авито сделаю такое объявление. Это, да, вот мозги думают, а как зарабатывать деньги, ребят? Только так. Ладненько, давайте. Пока. Ой, зубы такие белые. Как будто отмеливал, не отмеливал ее зубы. Это, наверное, на фоне черной бороды. Черная борода. А-а-а, ха-ха-ха. Ладно, дуркую я. Нервничаю, наверное. Время, ребят, половина практически третьего ночи. Ну, я не спал, смотрел мультик, анимешку. И погас опять свет. Опять погас свет. Опять я завел бензогенератор. Завел бензогенератор. У меня аж цыплятки в брудере сидят. Вон они там замерзают моментально. Маранчики там, инкубаторы у меня все с яйцами загруженные. Вот даже розетку сделал в теплицу. У меня включил я обогреватель один. Один обогреватель. Потому что 15,5 градусов на улице холодно, чтобы у меня помидоры, эти перцы все не померзли, не сгнили. Позвонил в горячую линию. Позвонил в горячую линию и спрашиваю, в чем проблема, что случилось. Половина третьего ночи отключился опять свет. Аварийная поломка. Я говорю, и что ж теперь? До утра аварийная поломка будет. Нет, персонал собрался, выехал. Ну это, блин, вообще, я вообще... Говорю, ну не было никогда таких проблем. Ну что, ну видите, погода. Погода. Я рассчитываю, что хотя бы через полтора-два часа все решат. Потому что на бензине, на бензине, извините, это недешево. Хорошо, у меня альтернативный есть вариант. Да, вот это... Кто мне за бензин-то платить будет, а? К ним чек ввести? Я не думаю, что они что-то будут платить. Скажут, авария. Ух, олени, блин, как я зол. И погода. Это прям реально. 2020 год. Это какое-то проклятие, блин, на голову всех. Всего мира, блин. 2020. Черт его побери. Всем привет. Идем с бабушкой в поликлинику. Бабуль, в поликлинику идем? Идем. Идем. У нее давление уже несколько месяцев. 230 на 180 падает. Потом опять 190. 203. И вот так скачет постоянно. Она пьет таблетки. А к поликлинику боится сходить. Не хочет идти. Вот я решил ее взять. Сегодня воскресенье. Утром позвонила тетя Лена. Говорит, езжай, высокое давление. Скорую не стали вызывать. Идем в поликлинику. Она себя чувствует с таким давлением нормально. Ну, либо не говорит, что она себя плохо чувствует. Ну, говорит вроде нормально. Сейчас мы посмотрим, что врач скажет. Она уже знает, что у меня сердечко. Сердечко. Ну, понятно, давление-то какое. Ладно, сейчас посмотрим, что врач скажет. Бабуль. Вот когда... Пришли к бабушке. В общем, посмотрели карточку, которая 10 лет лежала у папы. Не ходили. Прописали сейчас отеки у бабушки. Отеки верошпирон прописали. Ей не помогает ни миноксидин, ни какой там еще. Индопамин, по-моему, что-то такое. Не помогает. Ей прописали престариум. Сейчас. Полтаблеточки два дня. А потом одну таблеточку. Смотреть, чтобы привыкал к новому. И конкор. Пульс у нее 100. 90-100. Бывает 80, бывает 70. В общем, новые лекарства. И во вторник мы с ней пойдем к врачу, к терапевту. 10-летний перерыв надо заканчивать нелечением, да? Будем лечиться, бабуль? Да че ж. Ну, надо приводить себя в порядок. Че ж, запустили совсем. Привыкла она, ничего не болит, говорит, голова не болит. Все, только ее, вот она записывает все пульс, какое давление. Вот видите, какое давление. Вы с таким, наверное, умерли, да? 203, 180, 170, 190, 203, 229, 230. Как вам? 211. Нормальное давление? Будем лечиться. Во вторник приеду. Завтра она вот еще пьет новые лекарства. И во вторник приеду, будем лечиться. Сейчас я поеду домой. Сказали соседи, что опять отключили электричество. Поеду быстрее заводить генератор. Ладненько, ребятки, всем пока. Ребят, приехал домой. Бензогенератор работает. Как слышите, электричества опять нет. Ремонтируют. Ремонтируют они, видно, сети. Все. Хорошо, что у меня есть бензогенератор. Это огромная помощь вообще птицеводу. Да и у кого есть крупнорогатый, мелкорогатый скот, чтобы доить доильным аппаратом, понадобится бензогенератор. Так что это незаменимая. Конечно, дорогая топ-опция. Но без нее никуда. У меня все инкубаторы сейчас работают. В брудерах цыплятки сидят. И без генератора бы они все замерзли, пропали. Так что оно того стоит все-таки. Пошел я стрим начну. А дальше-дальше покажу, как я буду черенковать туи. Вот он лоточек рядом с перцем. Вот такой лоточек с туями. Черенковал свою тую. Посмотрим на результат. Ну, все. Обстрик тую. Пойду сам обстригусь. Ну что, пришлось поехать. Вот, пять тысяч перевели, чтобы я подстригся. Стрижка у меня какая за пять тысяч. Купил станок за полторы тысячи. Ну, это триммер. Он и для бороды, но я думаю, и для башки тоже подойдет. Сейчас приедем, посмотрим, что получится. Ну что, у меня просто вот такой станок. Вот такой триммер как бы. Но им я не подстригусь. Так что, пришлось мне поехать приобрести вот такой станок. Вот такой станок. Макс. В общем, с насадками разными. В носу даже, видишь. Вот, куча вот таких. Сейчас подсветку включу. Куча вот этих насадок. Даже типа бритвенный какой-то станок-насадка. Ну, все. Сейчас он вроде заряженный. Сейчас будем подстригаться по кожам. Покажу результат, как подстригусь. Ну что, был волосатый. Сейчас посмотрим. Лысым как-то буду. Ну что, красота получилась? Как вам такое? А? Я себя таким не видел тоже. Блин, самоизоляция что с людьми творит? Они реально... Меняются на глазах. А? Лысик. Класс. Ну, интересно. А что? Макс, ну спасибо. Что, блин? Не решился бы я. Не решился, наверное. Или бы не скоро решился. Пусть башка загорает. И, кстати, ее это мазать классно, удобно. Много не нужно средства на волосы расходовать. Ха-ха-ха! До встречи! До следующего видео, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok